всем привет ребят как мы знаем егэ уже близко и один из основных вопросов это а как же грамотно распределить свое время на экзамене чтобы успеть сделать все задания не допустить ошибок к чему лучше приступать в первую очередь к первой части или ко второй стоит ли когда я пришел на егэ посмотреть целиком весь вариант и посмотреть что такое вторая часть и подумать над ней или может вообще надо начать решать задачи со второй части а потом переключиться к первой об этом все я хочу рассказать в сегодняшнем ролике и давайте по порядку начинаться разбираться как грамотно распределить свое время на егэ по физике итак первое мы начнем с того что когда вы приходите на егэ господа я рекомендую несомненно приступить именно к первой части потому что первая часть дает вам 36 первичных баллов и в переводе во вторичный балл это 68 вторичных баллов тестовых баллов вторая часть соответственно дает меньше половины потому что у нас 53 балла и тем самым мы понимаем что первая часть занимает достаточно большой скажем так жирный кусок и при этом она проще да на проще чем вторая часть поэтому я рекомендую приступить именно к первой части и давайте сразу поймем сколько времени нужно тратить на первую часть в среднем если вы хотите получать 90 100 баллов на егэ по физике то есть вы классно знаете физику то на первую часть в принципе вы не должны тратить больше чем час по времени все остальное время вы должны уделить именно второй части но давайте поподробнее смотрите первая часть мы будем называть задачи с 1 по 26 номер то есть те именно задачи которые идут в бланк ответов номер один который требует от вас только лишь ответ никакого решения от вас они не требуют соответственно с 1 по 7 номер нас идет блок механика на него в среднем вы тратите 15-20 минут следующий блок с 8 по 12 номер это блок мкд термодинамика на него вы тратите соответственно где-то 10-15 минут там задачки носовец количество задач поменьше поэтому и время чуть тратим на этот блок меньше чем на механику далее у нас идет блок электродинамика это с 13 по 18 номер здесь достаточно интересные сложные задачи при этом у нас здесь три задачи именно двухбальных также как в блоке механика которые занимают больше времени поэтому здесь скажем то что тратим 15-20 минут по времени и далее у нас идет с 19 по 21 номер это квантовая физика потом 22 23 номер типа определить измерения погрешность выбрать оборудование 24 номер это астрофизика 25 26 такие мини задачки давайте это все вы соединим в один блок совет скажем то что это квантовая физика астрофизика и прочее да и здесь мы тратим где-то 10-20 минут зависимости на самом деле от тех задач которые нам попали потому что бывает на этот блок то что можно потратить очень мало времени быстро его зарешать но иногда бывает допустим 25 26 посложнее 24 номер например астрофизика связана не звездами которые просто надо знать какие-то факты а например про спутники и вычислять соответственно первую вторую космическую скорость и там соответственно если у вас эта задача будет расчетный то вы тратите больше времени и вот если посчитать суммарное время по максимальной да и по минимальной шкале то у вас получается что в среднем ну минимально условно говоря вы тратите 50 минут максимально час 15 минут и получается что то что я сказал в принципе на первую часть мы где-то тратим в среднем один час понятно что есть ребята которые вырешивают первую час первую часть и за 30 минут это правда да а есть также ребята которые тратят и полтора часа я вам называю некоторое усредненное значение когда меня спрашивают типа сколько времени нужно тратить на первую часть вот давайте скажем так если вы хотите получить 90 100 баллов на его по физике ну или допустим там 85 плюс баллов на его по физике то в среднем вы должны тратить не больше часа но час 10 час 15 в принципе допустимо окей соответственно вы взяли зарешали первую часть целиком при этом когда вы решаете обязательно обязательно уделяйте внимание того какие единицы измерения от вас требуют то есть вы получили например 45 ньютонов и внимательно сразу же в этот момент посмотрите ответ дать в килоньютонах и тогда сразу же себе запишите там на черновике или в киме например у себя то что это ноль целых сорок пять тысячных килоньютонов после того как вы прорешали полностью первую часть еще раз просмотрите ее не надо заново прям по новое прорешивать уделите внимание только тем заданием которые вызвали у вас наибольшие затруднения соответственно продумайте что все ли вы точно сделали с точки зрения единицы измерения поэтому я всегда рекомендую некоторый расчет в первой части если вы делаете то возможно сделать немножечко на черновике чтобы вы могли отследить какие единицы измерения вы использовали либо если решаете с первого раза и только один раз хотите прорешать то соответственно делать это же железобетонно проверяя всегда точно полностью расчет особенно важно ребят когда считаете на калькуляторе всегда проверяйте то что в калькулятор выбиваете необходимую формулу и никаких ошибок вы не допустили именно при вводе данных в калькулятор соответственно взяли прорешали первую часть перенесли ее в бланк ответов номер один перенесите либо можно это оставить на потом но на самом деле я рекомендую сразу же перенести почему потому что потом когда вы начнете решать задачу второй части у вас что-то может не получаться учете нервничать переживать потом когда будете переносить еще бланк ответов номер один первую часть там накосячите соответственно я рекомендую то что он зарешали первую часть проверили те задачи у которой вызывали затруднения перенесли все в бланк ответов номер один и так допустим мы потратили один час соответственно на первую часть плюс допустим проверка еще заняла у нас там 10-15 минут мы подумали над некоторыми задачами, которые нас вызывали затруднения, так, понятно, кстати, следующее, ребят, если вы в первую часть решаете, и у вас какая-то задача вызывает большое затруднение, в смысле, вы смотрите на нее и не можете никак решить, в течение нескольких минут пропускайте ее, не надо, типа, на ней долго засиживаться, но, скорее всего, обычно задачи на все всегда простые, соответственно, таких ситуаций нередко, на самом деле, возникают, и так, мы зарешали первую часть, перенесли, проверили все, допустим, у нас, ну, потратили на этот час 20, к примеру, да, час 30, по максималке, соответственно, и вот все оставшееся время, у нас осталось еще с вами два с половиной часа, соответственно, так, ну, если грубо округлить, и вот это время мы тратим на прорешивание задач второй части, вы, соответственно, проверяете каждую задачу, ну, точно, не проверяете, а читаете условия каждой задачи, абсолютно, что вам дали, там, 27, 28, 29, 30, 31, 32 номер, да, если вы готовились к 27-й задаче, сразу же решаете 27-ю задачу, оформляете ее красиво, если, соответственно, вы не знаете, соответственно, какие задачи вы можете разрешить, какие нет, железобетонно отправляйтесь к 28-му номеру, то есть, решите сначала 28-й номер, потому что он тогда простой, то есть, если вы не уверены, что вы сможете решить все задачи, решайте с 28-го номера, там никогда ничего сложного нет, это простая задача, при этом она вам приносит 2 балла, быстро ее оформили, красиво, все здорово, И, соответственно, все остальное время вы тратите просто на вторую часть. Вы оформляете красиво задачи, решаете их. Сразу же отвечаю на вопрос, нужно ли пользоваться черновиком. Господа, моя рекомендация следующая. Никогда в черновик не пишите полностью все решение. Не надо оформлять черновик полностью решение, а потом еще тратить время на то, чтобы его переписывать. Черновик надо использовать только лишь для того, если вы не знаете, как правильно решить задачу. Вы не знаете, как она решается. То есть вы прочитали условия задачи, такие, так, а как она решается? Сейчас, ну я запишу вот этот закон, запишу вот этот. Если вы записали несколько законов, и вы уже понимаете, вот глядя на них, вы видите то, что вы сможете прийти к правильному решению, все, начинайте оформлять задачу сразу на чистовик. Не доводить ее до конца на черновике. Зачем тратить время? Зачем полностью решить задачу на черновике, а потом все переписывать? Вы просто потратите много дополнительного своего времени и все. Итак, сразу же решаем задачу в чистовик. В черновике нужны только лишь какие-то отдельные заметки, если вы не можете связать какие-то логические цепочки, да, какие-то законы связать между собой. И, соответственно, полностью оформили красиво задачу, сделали расчет, ответ получили. Все, и вы счастливый человек. И, соответственно, этого времени вам будет предостаточно, чтобы решить полностью экзамен на 100 баллов. Желаю вам удачи, господа, на ЕГЭ по физике. Напоминаю, что с 4 по 10 июня у нас будет проходить супер-мега-дикий интенсив щелчок по физике, где мы будем интенсивно готовиться. Удачи на экзамене. Всем пока. С вами был Артем Витальевич. С вами был Артем Витальевич.